Студия, ответственная за мобильную игру Pokemon Go, представила еще одно свое творение. Только если раньше она предлагала увлекательно проводить время во время прогулок, то теперь не требуется вообще ничего делать и никуда ходить. Нужно просто спать. Приложение, получившее название Pokemon Sleep, работает в связке с выполненным в форме плоского покебола устройством Pokemon Go Плюс Плюс и отслеживает качество и продолжительность сна. За хороший качественный отдых игроки будут получать какие-то награды и продвигаться в прохождении. Запуск запланирован на 2020 год. Еще бы получить какую-нибудь Pokemon Eat, где будет контроль за приемом пищи и справлением нужды, и мы станем свидетелями The Sims в реальности. Сегодня понедельник, 3 июня 2019 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней от GSTV. Вы уже знаете, что финская студия Frozen Bait занимается разработкой четвертой части платформенной головоломки Trine, получившей под заголовок The Nightmare Prince. Но, как выяснилось, это не все, что команда предложит в этом году. На просторы раннего доступа Steam в ближайшие месяцы приземлится научно-фантастический онлайновый космический симулятор Starbase, выглядящий как дешевая пластмассовая версия Star Citizen. Работа над ним стартовала около пяти лет назад, примерно тогда же, когда и Крис Робертс затеял свой проект галактических амбиций. Starbase в десятки раз скромнее, но все равно предлагает массу возможностей. Можно проектировать и создавать космические корабли и станции, торговать, сражаться, в том числе с видом от первого лица с пушкой в руках, причем в условиях полностью разрушаемого окружения. Заниматься ремеслами, собирать ресурсы и просто изучать бесконечный космос. То есть он реально бесконечный, как в No Man's Sky. Как видите, графика тут строится с помощью вокселей. Именно благодаря этому и есть возможность разносить в щепки совершенно все. Обратим внимание, что хоть игра по сути онлайновая, но в одиночку бороздить ее просторы тоже не запрещено. Однако это, очевидно, не так интересно, потому что тут, видимо, не будет сюжета и вообще каких-либо осязаемых задач. Это песочница в чистом виде. Microsoft официально объявила, что ее Xbox Game Pass скоро запустится на компьютерах. Этот сервис появился на Xbox One два года назад, и на PC будет работать по точно такой же схеме. Вы оплачиваете ежемесячную подписку, а взамен получаете доступ к обширной библиотеке игр. Эта библиотека пополняется каждый месяц. На Windows 10, надеемся, не надо пояснять, что актуальна в данном случае только эта операционная система. На старте будет доступно не менее сотни игр. Какие конкретно, пока неизвестно, но уточняется, что к этому сервису подключено более 75 компаний, включая Bethesda, Deep Silver и Sega. Все игры самой Microsoft в компьютерной Xbox Game Pass, как и на консоли, будут появляться сразу же в день релиза. То есть и флагманы типа Gears 5 в том числе. Если захотите приобрести какую-то игру навсегда, то будет предоставлена скидка в 20%. Но еще важно, что Microsoft решила не устраивать монополию и намерены выпускать все собственные новинки в Steam. И не только в Steam. Компания хочет сделать список магазинов максимально обширным и вообще выступает с такой идеей, что будущее гейминга — это мир без ограничений, где любой игрок должен иметь возможность играть во что угодно, на чем угодно и приобретать это где угодно. Это абсолютно расходится с ее недавними планами. Microsoft всего пару лет назад собиралась отгородиться от всей остальной индустрии и создать единую экосистему только внутри собственных сервисов и платформ. Из-за чего, собственно, Epic Games и решила незамедлительно запускать свой магазин. Тим Суини выступал против такой монополии и посчитал, что необходимо создать на рынке какую-то альтернативу, чтобы у Microsoft было как можно больше конкурентов. Но вот как интересно все повернулось — Epic Games сейчас саму обвиняют в монополизации PC рынка, а Microsoft моментально переоделась в борца за свободу. Как и ожидалось, новая Call of Duty носит под заголовок Modern Warfare. Причем без четверки — это, как и шутер 2007 года, просто Call of Duty Modern Warfare. Но это не ремейк, не переосмысление и, по сути, даже не перезапуск — это что-то вроде альтернативной вселенной. То есть многие персонажи — те же, Капитан Прайс на месте. Подача истории и общая идеология примерно прежние, но сюжеты времедействия другие, а события оригинальной трилогии в этой реальности не происходили. Infinity Ward в этот раз решила сделать максимальный акцент на погружение и фотореализм. Применяется, помимо прочего, технология фотограмметрии, а объекты создаются в масштабе один к одному на основе реально существующих. Авторы стараются добиться того, чтобы игроки получили от Modern Warfare эмоциональную связь и осознание, насколько тяжелы на войне решения и последствия. Имеется в виду, что будет определенная нелинейность. Какую-то миссию, например, можно пройти с жертвами со стороны невинных, а можно постараться и их спасти. При этом при желании можно играть скрытно, используя глушитель и оружие ближнего боя. То есть нелинейность имеется и в плане геймплея, и в плане некоторых элементов сюжета. Но в целом одиночная кампания будет тем же самым по-голливудски скроенным аттракционом. Мультиплеер тоже, соответственно, станет более реалистичным. Команда отказалась от зомби-режима именно потому, что он бы портил ощущение аутентичности происходящего. Релиз состоится 25 октября на PC, Xbox One и PlayStation 4. В продажу поступила вам Brace Cold Soul. Это рогалик в стиле Darkest Dungeon. Мы тут собираем отряд из представителей пяти раз и десяти уникальных классов и отправляемся в сюжетное путешествие из семи глав. В процессе вылазок можно найти материалы, с помощью которых можно скрафтить более мощные броню и оружие, но также можно и потерять своих бойцов навсегда. Еще уже доступна Conan & Conquer, новая стратегия в реальном времени от ветеранов команды Conquer. Это не совсем классическая РТС, а скорее расширенная вариация Tower Defense со строительством базы и производством юнитов, но играется интересно. Отзывы преимущественно положительные. А также уже вовсю можно гонять по трассам Assetto Corsa Competizione. Эта игра имеет лицензию чемпионата Blank Pain GT и делает ощутимый акцент на технологические возможности. Тут действительно очень продвинутая физика с выдающимися моделями аэродинамики и поведения шин, но требуется соответствующий этому всему достаточно мощный компьютер. Помните, Клифф Ближинский одно время делал королевскую битву Radical Heights, которая была отменена из-за провала Lowbreakers и внезапного закрытия студии Bosski Productions. Работа над ней была прекращена непосредственно перед распуском команды. Ближинский прямо в самый разгар трудового дня просто написал в Твиттере, что Bosski прекращает свою деятельность, в то время как сама студия в этот момент вовсю делала Radical Heights и оказалась натурально в шоке от такой новости. Но, как выяснилось, игра имеет все шансы увидеть свет. Права на неё приобрела студия Squanch Games, которую основал Джастин Ройланд, один из создателей мультсериала Rick and Morty. Точнее, приобретена не сама игра, а торговая марка. Сама разработка наверняка будет начата с чистого листа. Но, тем не менее, скорее всего, проект будет использовать ту же механику. Лариан должна скоро анонсировать какую-то новую игру. Она опубликовала вот такую картинку, которая, конечно, тут же вызывает ассоциации с возможной третьей Divinity Original Sin, но в действительности это запросто может оказаться Baldur's Gate 3. Уже появлялась информация, что Свену Винке удалось получить права на культовую вселенную Black Isle, но есть более сильный аргумент. В коде сайта larian.com этот логотип проходит именно под названием Baldur's Gate 3. Сомнений не остается. Новая Need for Speed не будет анонсирована в ближайшую неделю. Появлялись слухи, что Electronic Arts представит её перед Е3, но сама компания уточнила, что очередная часть знаменитой гоночной серии выставку пропустят и покажется с дебютным трейлером чуть позже. Впрочем, на дате релиза это не скажется. Игра всё равно выйдет грядущей осенью. Любители игр в стиле дальнобойщиков этой осенью получат новый подобный симулятор Truck Driver. На днях выяснилась точная дата его выхода. 19 сентября состоится релиз на Xbox One и PlayStation 4, а компьютерная версия появится в Стиме 11 ноября. Как обычно бывает в играх такого жанра, мы начнём карьеру водителя грузовика с самых низов, будем выполнять заказы на перевозке, а на заработанные деньги чинить и улучшать старые фуры, покупать новые, модифицировать их, расширять производство и создавать свою собственную транспортную империю. А Nvidia тем временем занимается тем, что улучшает классику 90-х. 6 июня можно будет опробовать обновлённую версию шутера Quake 2 с трассировкой лучей. Игра работает на базе API Vulcan и в том числе радует глаз наличием текстуры высокого разрешения и поддержкой Nvidia Flow для эффектов огня, дыма и частиц. Обновку совершенно бесплатно смогут скачать все, у кого есть обычное издание Quake 2. Разумеется, надо понимать, что для запуска требуется видеокарта серии RTX. Хидео Кодзима показал новый эпичный трейлер Death Stranding, из которого уже становится вполне понятно, какая игра нас ждёт. Прежде всего полноценно представлены главные персонажи. Норман Ридус исполняет Сэма, Леа Сейду играет роль Фрейджел, а Матс Миккельсон выступает в образе Клиффа. Жанрово это экшен с умеренно открытым миром. То есть не во все места можно попасть, свои границы имеются, но, например, если хотите забраться на вот эти горы из трейлера, это можно сделать, они представляют собой полноценные игровые зоны. Также не обязательно всё время бегать на своих двоих, техника тоже присутствует. Наша задача по сюжету — объединить между собой изолированные города и раздробленное общество. При этом отмечается, что все элементы игры, включая историю и геймплей, связаны между собой особой системой нитей. Понимайте, как хотите. Ещё наглядно продемонстрировано, что стрелять тоже предстоит. Раньше казалось, что это просто какой-то симулятор ходьбы, но на самом деле Death Stranding — вполне полноценный боевик и с элементами шутера, и с элементами рукопашных боёв. Среди врагов будут и монстры, и люди, и что-то среднее между ними. Но в первую очередь это стелс. По крайней мере, заточен геймплей именно под осторожное вдумчивое прохождение, где стрельба всё-таки остаётся крайним вариантом решения проблем. Ещё наконец-то показан интерфейс — колесо-инвентаря, где игрок может выбрать лестницу или другое понадобившееся ему приспособление. Многие, кстати, заметили, что в свежем трейлере нет пометки «Только на PlayStation», который обычно сопровождаются эксклюзивы Sony. Это может намекать на то, что Кодзима планирует портировать игру в будущем на другие платформы. Правда, в данном случае это не так просто. Death Stranding разрабатывается на движке Decima, который заточен специально под PlayStation 4. На нём сделаны Killzone Shadow Fall, Until Dawn и Horizon Zero Dawn. Чтобы заставить подобный проект работать на компьютерах, движок придётся серьёзно модифицировать. Релиз Death Stranding состоится 8 ноября. Скоро на канале. Что могут анонсировать на Е3? 10 самых ожидаемых проектов, которые могут быть презентованы на выставке. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.